Установка «Весело встретить Новый год» завершилась успешно. В Запорожском обл.совпрофе подвели итоги елочных представлений во время зимних каникул, на которых побывали 130 тысяч маленьких жителей Запорожской области. Нынешней зимой, несмотря на карантин и другие неблагоприятные обстоятельства, профсоюзными организациями Запорожской области вместе с работодателями и учреждениями культуры было проведено более 230 новогодних утренников, на которых побывали 130 тысяч детей и подростков. При этом практически каждый юный запорожец получил бесплатный сладкий подарок и стал участником веселого елочного представления. Большое спасибо нашим профспілкам, нашим профспілкам промышленностей и работодатчикам, и, конечно, всем вам, деятелям культуры и мистецтва, всем представникам тут присутствующих интернатных установ и государственных закладов. Хочу отметить, что действительно проводить новорожденные и рожденные свята, особенно в такой важный период для государства, особенно в прикордонной области, это очень важно. Хочу отметить, что вот эти праздники, которые прошли, безусловно, прошли, ну вот, наверное, лучше, чем все предыдущие за годы нашей независимости. Потому что творчество стало, будем говорить, не шли по какому-то трафарету учреждения культуры, а каждый вносил что-то новое свое. И поэтому вот сейчас такие подведения итогов очень интересные и приятные. По словам председателя облысов профа Виктора Сластена, особенно удался новогодний спектакль во Дворце культуры имени Тараса Шевченко, на котором побывало более шести тысяч мальчишек и девчонок. Увлекательный сюжет, шикарные костюмы, прекрасный интерьер зала, а также необычные персонажи в исполнении юных талантов, сделали это представление незабываемым не только для детей, но и для взрослых. Это один из самых чистейших, самых красивейших на сегодняшний день Дворцов культуры. В него заходишь, а там волшебство, чистота, порядок, красота, одухотворение какое-то. Спектакль. Спектакль проходит так, что детки, детки, они охватят, ну вот, именно действительно волшебный спектакль. Также профсоюзный комитет акционерного общества «Матурсич» был награжден грамотой за организацию во время зимних каникул, оздоровительного заезда матери-ребенка. Санаторий-профилакторий расположены на живописном берегу Днепра Вольно-Андреевки. Там также были проведены рождественские утренники с подарками от родного завода. Новый год – это не исключение. Это та же традиция, когда все наши моторостроители приводят своих детей на великолепные наши утренники. И нам просто невозможно плохо их делать. Нам просто не дано что-то не доделать. Мы стараемся сделать из большой буквы то мероприятие, которым останутся довольны и дети, и их родители. Среди награжденных грамотами и дипломами за отличную реализацию установки «Весело встретить Новый год» были также руководители школ, интернатов, дворцов культуры, театров и, конечно же, цирка, замечательное новогоднее представление которого посмотрело около 16 тысяч человек. Когда мы ощущаем эту благодарность, слышим эту благодарность, слышим аплодисменты, мы знаем, что мы работали не зря, и мы получили то, чего мы добивались. Самое главное – это зритель для нас. И мы всегда делали для него все и будем продолжать на том же уровне. А еще, что особенно важно, просоюзные организации Запорожской области не обошли своим вниманием новогодними елками и конфетными подарками деток, которые находятся на лечении в областной клинической больнице и в других медицинских учреждениях. Субтитры создавал DimaTorzok